В подъездах домов Сергея Посадского городского округа начали проводить дезинфекцию. Места общего пользования ежедневно будут обрабатывать хлоросодержащими средствами. Один из первых – дом номер 180 проспекту Красной Армии. Здесь проводят уборку с белизной, известным с советских времен дезинфицирующим средством с высоким содержанием активного хлора – более 95%. Такая уборка подъезда входит в комплекс мер по профилактике вирусных инфекций, в том числе и коронавируса. В настоящий момент введен у нас данный режим, в котором ежедневно управляющие компании должны будут обеззараживать данный подъезд. Естественно, рекомендовано всем и предприятиям торговли проводить такую же дезинфекцию торговым центром, магазинам. На предприятиях, в любых предприятиях должно тоже это происходить, в любых административных зданиях. Дезинфекция носит обязательный характер, поэтому администрация просит жителей отнестись к этому серьезно и потерпеть запах хлорки в подъездах. А также обратить внимание на то, что каждый день будут обрабатывать только входы в подъезды, перила, кнопки и кабины лифтов и полы при входе и на первых этажах. Полную дезинфекцию подъездов планируют проводить раз в неделю. Работу управляющей компании это нисколько не усложнило, потому что уборка подъездов, она, в общем-то, и так проводится согласно графика. Единственное, что теперь этот график, скажем так, стал почаще, потому что если раньше влажная уборка проводилась раз в неделю, то теперь эта влажная уборка проводится ежедневно. Ну и плюс стали применяться вещества, которые предписаны, то есть, соответственно, жители это почувствуют в виде запаха в подъезде, вот этих вот активных веществ, которые предназначены для борьбы с вирусами, с бактериями. Подожители относятся, я считаю, нормально. Мы люди привычные, у нас как бы управляющая компания убирает постоянно в текущем режиме, ну а если немножко будет пахнуть хлоркой, это не страшно. Я думаю, все люди понимают, телевизор смотрят и будут только за. Уборка и дезинфекция подъездов уже заложены в тариф, который вступил в силу с 1 марта 2020 года. По словам Бориса Питерцева, отдельно платить за частую уборку жителям не придется. Дезинфекцию будут проводить в те же часы, что и уборку подъездов. Время жителей согласовывают с управляющей компанией. Анна Спиридонова, Кирилл Емельянов, программа «События».